Люди, которые знают китайский и японский, какую самую нелепую татуировку вы на ком-либо видели? В старших классах я изучал мандаринский и китайский. Мой учитель рассказал нам об одной женщине, у которой была татуировка со словом. Возможно, она думала, что это означает свобода, типа как свобода духом, но на самом деле это означало свободно, в смысле бесплатно. Похоже на разницу между «прости меня, отец, ибо я согрешил» и «прости, папочка, я был очень непослушным». Меня заставляли посещать утренние молитвы, я тогда 8 месяцев находился в приюте для бездомных. И там был один деревенщина, который молился так «прости меня, папочка, я люблю тебя, папочка, обращаясь к Всевышнему». Чувак, я ставил духовный кринж. Если ты это читаешь, то у тебя узкие глаза. Он был прав. Это угарно. Во время пребывания в Японии мой дружбан набил татуху у случайного парня, которого он нашел за пределами базы. Он хотел набить какую-то цитату из синтаизма для благополучной жизни, но вместо этого получил иероглифы Канди, которые читаются как что-то типа «жирная рыба, ешь долго». Японские чуваки прозвали его «жирной рыбой» на следующие 3 года его жизни. У него сгорала жопа, когда даже случайные люди из других подразделений знали его прозвище. Мне нравится думать, что тот случайный чувак просто поджидал за пределами военных баз, чтобы бить американцам татуировки с рандомными фразами. Говоря им, что это что-то крутое. Мой коллега хотел, чтобы его имя Ник было вытатуировано на руке китайскими иероглифами. Спойлер, это дерьмо так не работает. Надо отдать должное татуировщику, надпись на его руке произносится как «нигу». Это переводится как «монахиня». У парня на руке было «хентай». Но он сказал, что это значит «любовник азиатских красоток». Но на самом деле это означает «иностранный извращенец». Ха-ха-ха, они оставили смысл и все такое, мне это нравится. Он набил это у настоящего японского мастера татуировки в Японии, где он изучал какое-то боевое искусство, которое он фетишизировал так же херово, как и женщин, о которых он хотел себе татуировку. И любил рассказывать эту историю, пока не столкнулся со мной. Печалька. Ладно, да, услышав это, могу сказать, что татуировка на 100% соответствует действительности. Я встретил девушку, когда путешествовал в Китай, у которой на ведре были сознательно вытатуированы иероглифы слова «проститутка». Ей показалось это забавным, ее видят только те люди, которым она хочет ее показать. Китайский парень, который бухал с нами в общежитии, был в ужасе и предложил ей сделать еще одну татуировку пониже, на которой было бы написано просто «шутка». И третью, или нет? И еще мелкую пониже с текста «на самом деле да, лол». И подмигивающая личика ниже. Я говорю на мандаринском, и это работает в обе стороны. Вот один такой случай. На пляже в Тайване я увидел огромного, я имею в виду огромного накачанного тайваньского парня, гуляющего по пляжу в Хуальене со своей девушкой. На его спине черными готическими буквами, окруженными мечами, была фраза «шлюха-чувак». Сказал ему, что это довольно интересный выбор татуировки, что за этим стоит. Оказалось, что он думал, что сделал татуировку с надписью «Человек-меч». Когда он узнал, что там на самом деле написано, он, в общем, не хотел бы я быть тем тату-мастером. Да, мой учитель математики в старшей школе как-то столкнулся с японской бандой, которая была вся в одинаковых кожаных куртках. На куртках была английская фраза, которая явно должна была означать «крутые ублюдки», но там было написано «Дикари». Надпись «Дикари» находилась в элегантном кольце. Они тщательно протирают свою обувь перед каждым вторжением в дом. Эм, они японцы, они ее снимают. Татуха, состоящая из четырех элементов, с надписью «Грязь, горячо, дуть, мокрый» была довольно смешной. Когда-то давно четыре народа жили в мире, но все изменилось, когда горячий народ развязал войну. История не моя, а моей подружке. Она умела читать Кандзи и однажды заметила татуировку какой-то девчонки из ее класса. Растерявшись, она спросила о ней, «Что значит твоя татуировка?» «Высокая принцесса». Оказалось, что на самом деле там сказано «принцесса-свинья». Меня бы беспокоило, даже если бы там было написано «высокая принцесса». Какой же размер эго должен быть, чтобы набить это на коже на постоянной основе? Должно быть, именно поэтому ей набили «принцесса-свинья». Чувак так гордился своим внуком, что у него была татуировка с надписью «Я люблю своего внука». Правда, мне кажется, что все просто загуглили фразу «Я люблю своего внука», потому что в итоге это читалось как «Я люблю толстых мальчиков». Упс! Может быть, он и правда любил толстых мальчиков, но внук был просто прикрытием. Не знаю, было ли это тупо или гениально, но у кого-то была татуировка, которая вежливо спрашивает, есть ли у кого-то пельмени с супом. Я думал, что это было действительно тупо, пока кто-то не сказал мне, что он, возможно, действительно любит пельмени с супом. Идея заказывать еду в чужой стране, показывая такую татуировку, настолько безумна, что мне это нравится. За все время видел парочку таких, но одна запомнилась мне больше всего, когда я еще только впервые начинал изучать мандаринский. У чела была татуировка на голени, на которой с гордостью было написано, что означает «говядина». У многих женщин есть татуировки с иероглифом. Почему-то они думают, что слово «женщина», написанное на японском языке, добавляет им некую мистическую женскую силу, когда на самом деле люди чаще всего ассоциируют его с надписью на туалетной двери. Представьте себе, как японские женщины ходят с татуировкой «женщина» на себе. Кроме того, Канди часто пишется довольно неряшливо, как будто это каракули пятилетней девочки, а не элегантный шрифт. Представьте себе азиатскую женщину, которая говорит «да, на мне татуировка универсального символа женственности и феминности». А потом оказывается, что это фигурка в юбке со двери туалета. Представьте, что фигурка на двери туалета это на самом деле парень в килте. Видел однажды симпатичного забитого парня с китайскими надписями на предплечье. Спросил его, что они означают, и он ответил «просто кучка случайных китайских букв». На что я спросил «какие из них?» И он поправил меня, сказав «нет, там написано «просто кучка случайных китайских букв». Думаю, что это довольно изящно. Изменено. На заметку, после того, как я поговорил с этим чуваком, у меня появилась идея сделать татуировку на японском языке, которая гласит «это не по-китайски». Я думаю, что у него будет получше, но оба варианта по-своему прикольные. Мне кажется, я читал здесь историю об одном американском школьном классе, в котором был китайский студент, выступавший перед классом с презентацией. На одном из его слайдов было несколько китайских иероглифов, и класс спросил его, что они означают. Ученик из Китая ответил «я не говорю по-китайски». Он просто прикалывался над классом, потому что именно это там и было написано. У меня 27 лет, женщина, не зная китайский и японский, есть на плече иероглифы, означающие слово «клубника». Была в спортзале, переодевалась, и девчонка, первая, которая смогла это прочитать, сказала «О, клубника, мне нравится твоя татуировка». Я объяснила, почему я сделала татуировку, длинная история с клубникой. И девчонка номер два подслушала наш разговор. Девчонка два говорит «У меня есть татуировка, которая означает мудрость и показывает ее нам». Девчонка один отвечает «Это означает черепаха». Однажды, во времена, когда я еще учился в универе, я работал в одном магазине. К нам зашла очень толстая дама с большой татуировкой в виде символа канди на лопатке. Я вежливо сделал ей комплимент и спросил, что это значит. Она сказала, что это значит «дерзкая». Я практически не могу поверить, что есть японский вариант слова «дерзкая». На майке. У меня есть татуировка с символами пельмень с креветками. Я сознательно сделала это, потому что я наполовину китаянка и люблю чертовы пельмени с креветками. Одна китаянка спросила меня, знаю ли я, что это значит. Я засмеялась и сказала, что, конечно же, ведь я люблю пельмени. Моя мама китаянка не была впечатлена, но потом поржала и сказала, что в этом вся я. Я люблю пельмешки. Каждый раз, когда я приезжаю в Китай, мои коллеги спрашивают, почему я люблю есть дешевые пельмени. Потому что они вкусные, и мне не нужно выплевывать кости, чтобы их съесть. Вторая ошибка, которую я вижу, помимо плохого перевода, заключается в том, что для татуировок вместо каллиграфических стилей используется компьютерный шрифт. По сути, это равноценно татухе на английском языке, которую набили шрифтом Times New Roman. Даже если иероглиф правильный, он выглядит и читается, как обычный текстовый документ. Если вы правда настаиваете на том, чтобы сделать японскую и китайскую татуировку, убедитесь, что мастер также знаком с языком и каллиграфическими стилями, помимо правильного перевода. Кроме того, перевод не совсем получается один в один. Фраза, которая звучит по-английски как «круто», может звучать очень глупо или по-детски, если ее перевести напрямую. Изучение японских китайских фраз является лучшим методом и позволяет избежать проблем с плохим переводом. С конце концов, это помогает понять некий культурный контекст, связанный с татуировками. В Японии татуировки почти всегда ассоциируются с якудзой, так что не удивляйтесь, если ваши татухи не пользуются популярностью у японцев, даже если у вас с ними все окей. Сделаю такую, которая будет означать «это не татуировка якудзы». Я видел одного человека с символами «большой» и «отец», и подумал, что это как бы аппроксимация «большого папы». Парень очень разозлился на меня и сказал, что по-китайски вечное богатство. Ну, ладно. Не китайский, японский, но я знал парня, у которого была татуировка Ганеша, и он довольно настойчиво доказывал мне, что это значит «бог войны». Я пытался аккуратно ему объяснить. Ганеша – бог войны, лол. Упорно звезды Райли Рид на спине написано. Это значит, когда жизнь дает тебе лимон, делай лимонад. Но это не китайская поговорка, так что это звучит глупо. А еще там грамматическая ошибка, что делает ее еще смешнее, но, видимо, она сделала это в шутку. Я хз. Идиомы – это кошмар при переводе, так как каждая страна язык имеет свои собственные изречения. Я в основном знаю валийские, и как только вы переводите их на английский, они кажутся бессмысленными, хотя на валийском они имеют прекрасный смысл, потому что являются укоренившейся частью языка. Это дождливые старушки и палочки. Не летай над посудой, не глотай осла. У него в кармане был ежик и еще куча всего. Я всегда офигеваю, когда вижу людей с одним набитым иероглифом, а особенно с иероглифом какой-то стихии. Я представляю себе ту же самую татуировку, но с простой надписью «Грязь» и очень сильно с этого ору. Не татуировка, но однажды я видел машину с надписью «Якисоба». На ней написано «Якисоба» – японская лапша. Может, это действительно настоящий доставщик еды? Он просто влюблен в свою работу. Я знал парня, который думал, что у него на руке татуировка «Воин». Но другой друг рассказал мне, что на самом деле это означает «бухой говнюк». Он был говнюком и часто бухал, поэтому я ему поверил. Большое спасибо за просмотр. И в комментариях, люди, которые знают китайский и японский, напишите, какую самую нелепую татуировку вы на ком-либо видели. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok